Когда я в 2009-2010 году набирал деньги, я тогда начал встречаться с российскими предпринимателями и представлять им свою компанию. И все они сказали, что они не готовы вкладываться в купи-вип. Они говорят так, я как представлю себе, что у вас во всех российских городах, в Сургуте, в Екатеринбурге, если сейчас будут курьеры, которые будут собирать наличность с клиентов, то мне думать про это страшно, потому что, представьте себе, сотни тысяч людей будут у вас работать с наличностью, вы не убережетесь. Это невозможно обеспечить, чтобы все это происходило безопасно, и никто ничего не воровал. Этого просто быть не может в России. Именно безопасность, вопрос безопасности возможных злоупотреблений, их больше всего волновал. В общем, они правы. Да, где-то вот сейчас, где-нибудь в городе Сургуте, какой-то курьер звонит в дверь и получает оплату наличными. Это действительно так. Вот этот стереотип, между прочим, оказался правильным. Это действительно большая проблема. За последние два года лучше не стало, стало только хуже. Я думаю, что и Озон, и Ламода, и вообще все участники этого рынка сталкивались с крупными нарушениями безопасности. Если местные компании просто пропадают с деньгами, они говорят, что они работают на вас, собирают наличность в вашу пользу, а потом в какой-то прекрасный день исчезают без следа, вместе с деньгами, естественно. И с этим сталкивались и Озона, и Ламода, и все. Так что, если вы планируете работать на всей территории России таким образом, то знайте, что вас ждет вот эта опасность. Не то, чтобы совсем это нельзя было преодолеть, но это требует очень долгой, подробной, тщательной работы. Насчет логистики. Да, логистика, конечно, самая большая проблема. Почему она такая большая проблема, даже непонятно. Все говорят, что все дело в размере страны. Дело не в этом. Электронная коммерция в России более централизована, чем в Германии или во Франции. В Германии там все децентрализовано, и тем не менее, логистика как-то срабатывает, а в России это гораздо хуже. В Германии одна из десяти крупнейших компаний вкладывает сейчас в Германии большие деньги в инфраструктуру, при том, что там с инфраструктурой все совсем неплохо. В России у нас компания растет органически, без крупных дополнительных вложений. Но мне кажется, что еще 3-4 года ситуация в России не изменится к лучшему в смысле логистики. Для того, чтобы изменения наблюдались сегодня, какие-то дополнительные вложения должны были быть сделаны 3 года назад, потому что это все происходит не сразу. Поскольку 3 года назад ничего такого не делалось, то сейчас нам и ждать это не приходится. А надо делать инфраструктуру, надо делать складские мощности. Сейчас нужно вкладываться в это, чтобы результаты какие-то показались через несколько лет, чтобы увеличилась скорость, увеличилась безопасность и так далее. А что-то, между прочим, не видно, никаких проектов, чтобы вкладывались люди в снижение цены доставки. Цена доставки в России самая дорогая в мире, вообще не сравнима ни с какими другими странами. Вот это самая большая сложность для электронной торговли в России, потому что если доставка дорогая, то доставлять недорогие товары глупо, бесполезно. Вот, например, этот микрофон купить и доставить в Екатеринбург будет стоить столько, что это будет дороже, чем сам товар. Поэтому никто этого в здравом уме делать не будет. И да, в регионах люди будут покупать онлайн и так далее, но это сложится лишь постепенно. В принципе, предложение пойдет за спросом, а спрос там есть. Я думаю, что пока что нам удается что-то продавать в регионах. Просто получается, потому что, кроме как купить это онлайн у нас, в регионе люди не могут вообще... Например, во многих российских городах вообще нет присутствия Прада, поэтому мы можем товары Прада туда отправлять. Мы никогда не обещаем бесплатную доставку в регионы, мы всегда требуем ее оплаты, но мы просто поставляем товары, которых в регионе иным образом нет. Именно поэтому нам пока удается расти. А что дальше будет, посмотрим. Вообще-то, я очень люблю работать с регионами. Я хочу рассказать вам, у меня была знакомая, она была руководителем Проктера и Гэмбел по России, и она когда-то мне сказала, «Оскар, я смотрю на ваш календарь и вижу, что у вас 60% продаж из регионов, а 99% времени вы проводите в Москве, это не пойдет». Она сама, это моя знакомая, совсем по-другому проводила свое рабочее время. Она большую часть времени проводила где-то в регионах, смотрела, как люди живут, как именно живут, работают и потребляют их покупатели. Это был Проктер и Гэмбел, то есть она следила за тем, как люди воспитывают детей, как они ежедневно пользуются косметическими товарами и так далее. Вот и я стараюсь почаще и побольше времени проводить в регионах, знакомлюсь с людьми и всем того же советую. Побольше бывайте в регионах. Большое спасибо.